Уважаемые коллеги, присоединяюсь к словам искренней признательности в адрес президента Республики Казахстан, уважаемого Касым Джамад Кемельевича Такаева, за традиционно радушный прием и прекрасную организацию нашего саммита. Хотел бы особо отметить ваши активные усилия, уважаемый Касым Джамад Кемельевич, направленные на укрепление регионального взаимодействия и продвижение общих интересов наших стран. Вашей программной статье «Ренессанс Центральной Азии на пути к устойчивому развитию и процветанию», опубликованной накануне, вы представили глубокий анализ нашей совместной работы и видение перспектив региональной кооперации на новом этапе. Шесть лет назад именно здесь, в Астане, мы провели первую консультативную встречу. За прошедший период состоялись саммиты без преувеличений, исторические встречи во всех наших странах. Мы открыли новые страницы в многовековой летописи дружбы и добрососедства. Наш открытый и плодотворный диалог, выдвинутые важные инициативы, запущенные многосторонние проекты и программы, большое количество проведенных совместных мероприятий, кардинально изменили облик и имидж нашего региона. Мы стали эффективно взаимодействовать и решать насущные вопросы. В разы увеличились объемы взаимной торговли, инвестиции, грузоперевозок, поездок граждан. Заметно повысился практический интерес со стороны наших внешних партнеров. Об этом свидетельствует, как было уже сказано, различные встречи в формате «Центральная Азия плюс». Сегодня мы уже можем с уверенностью говорить о наличии и формировании общерегиональной идентичности. В пользу случаем хочу поблагодарить всех моих коллег за поддержку общих усилий по укреплению единства и сплоченности, расширение многогранного сотрудничества в регионе в качестве приоритета внешней политики наших стран. Поддерживаю высказанное сегодня предложение о запуске механизмов и институтов регионального взаимодействия, включая встречи национальных координаторов отраслевых министерств и ведомств. Считаю, что на данном этапе нужны действенные инструменты реализации принимаемых нами решений и продвижения совместных проектов. В целом, полагаю, пришло время вместе рассмотреть вопросы дальнейшего совершенствования нашего формата консультативной встречи для углубления региональной интеграции и наполнения повестки долгосрочного партнерства. В этих целях предлагаю провести в Узбекистане очередное заседание Центрально-Азиатского экспортного форума ведущих аналитических центров и исследовательских институтов стран региона. Их концептуальные рекомендации и предложения мы можем вместе рассмотреть в ходе нашего следующего саммита. Уважаемые участники встречи, Центральная Азия в силу своего геополитического положения и в полной мере испытывает на себя все негативные последствия глобального кризиса, доверия и эскалации конфликтов. То, что происходит вокруг Украины и на Ближнем Востоке, напрямую влияет на стабильное и устойчивое развитие региона. Были нарушены традиционные торгово-транспортные цепочки. Мы оказались заложниками санкционной политики. Заметно увеличились логистические издержки. Растет инфляционное давление. Сокращаются возможности на мировом рынке капитала. Усиливается протекционизм. Появляются новые барьеры. На второй план международной повестки ушли вопросы, связанные с развитием ситуации в соседнем Афганистане. Важным фактором стабильности нашего региона. Подчеркну, что сегодняшний и завтрашний день Центральной Азии, благополучие наших стран и народов, во многом зависит от наших общих усилий, от нашей готовности тесно сотрудничать, принимать решительные меры и вместе продвигать интересы региона. Считаем целесообразным разработку нашими внешнеполитическими ведомствами стратегического документа концепции обеспечения региональной безопасности и стабильности. Уважаемые коллеги, хотел бы вкратце обозначить приоритеты, на наш взгляд, направления практического регионального взаимодействия. Первое. Нужны новые драйверы, новая модель развития экономического партнерства на долгосрочную перспективу. Наши страны являются естественными торговыми партнерами, а национальные экономики взаимодополняют друг друга. В то же время анализ показывает, что сегодня на внутрирегиональной торговле приходится незначительная доля общего товарооборота наших стран. Все еще сохраняются барьеры на пути формирования в Центральной Азии полноценной зоны свободной торговли. С подключением международных экспортов мы провели анализ и выявили первоочередные меры, которые позволят обеспечить двукратный рост объема взаимной торговли в ближайшие пять лет. Это более 500 товарных позиций. Прежде всего, речь идет о следующих мерах. Устранение тарифных и нетарифных барьеров. Взаимном признании сертификатов соответствия и унификация регламентов. Цифровизация таможенных операций и фитосанитарных процедур. Рассмотрение возможностей взаимного доступа к государственным закупкам. Нашей стратегической целью должна стать формирование в долгосрочном перспективе единого регионального рынка. Для рассмотрения этих всех вопросов предлагаем запустить экономический совет регулярной встречи на уровне заместителей премьер-министров наших стран. Первую такую встречу готовы принять в Ташкенте в следующем году. В ее рамках провести неделю бизнес-партнерство Центральной Азии с организацией форумов регионов и отраслевых конференций, выставки, ярмарки, индустриального потенциала, презентации экспортных возможностей нашего региона. Второе. Взаимная поддержка и стимулирование промышленной кооперации. У нас есть уже успешные примеры такого партнерства каждой страной региона. Это особые зоны програничного сотрудничества, проекты по выпуску современных автомобилей, бытовой техники, фармацевтических препаратов, аграрные и текстильные кластеры, логистические центры и инфраструктурные проекты. Считаю, что объединяя усилия мы сможем сформировать единую карту индустриализации региона, созданием коротких цепочек добавленной стоимости, привлечь инвестиции и технологии ведущих международных компаний, внедрить новые формы кооперации. По этому приоритетному направлению важно запустить совет на уровне министров и подготовить программный документ. Перспективным также является учреждение Центрально-Азиатского инвестиционного совета, создание банка инновационного развития стран региона, регулярное проведение совместных инвестиционных форумов. Отмечу, что от скоординированной работы в этом направлении зависит инвестиционная привлекательность всех государств Центральной Азии. Третье. По оценкам Всемирного банка, наши страны остаются одним из наименее соединенных экономик в мире. Речь идет о внутрирегиональной транспортно-коммуникационной сети. Более того, из-за особенностей географии региона доля затрат на транспортировки внешнеторговых грузов доходит до 50% от конечной стоимости товаров. Это 4-5 раз выше среднемирового показателя. Признательным моим коллегам за поддержку принятия комплексов мер по развитию эффективных транспортных коридоров. Сегодня на повестке много проектов, обеспечивающих выход на рынки Европейского Союза, Китай, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока. Требует системного подхода вопросы формирования и проведения согласованной тарифной политики, применение лугот и преференций для поддержки национальных перевозчиков, модернизация транспортной сети и инфраструктуры, увеличение пропускной способности пунктов на границе, цифровизация транспортного сектора. В пользу случаем хочу поблагодарить за поддержку нашего предложения принять соглашение о транспорте и транзите. В целях реализации его положения предлагаем провести экспортную конференцию с участием министров транспорта, перевозчиков, экспедиторов, логистических компаний и специалистов. Четвертое. Нужно скоординированная работа в области обеспечения продовольственной безопасности. Как подтверждают национальные экспорты, специалисты продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, мы не только можем обеспечить муниторегиональные потребности по основным видам продуктов питания, но и занять прочные позиции на международном рынке. Важно внедрять инновационные методы агропроизводства, водосберегающие технологии, повышать урожайность, развивать глубокую переработку, усиливать научную работу в области селекции, создавать кластеры и умные фермеры. В сентябре в Ташкенте совместно с ФАОО намерены организовать Международный форум по обеспечению продовольственной безопасности стран, не имеющие выхода к морю. Предлагаем на его площадке провести отдельную встречу министров сельского хозяйства для разработки региональной стратегии. Пятое. Последствия глобального изменения климата ощущаются. Каждая из наших стран. Повышение температуры, таяние ледников, паводки, засухи, пыльные бури и многие другие вызовы продолжают наносить серьезный ущерб. В ходе предстоящего климатического саммита в Азербайджане в ноябре этого года наши страны могли бы выступить с единой позиции. Речь идет о проведении совместной презентации экологической ситуации в регионе для привлечения внимания международной общественности, фондов и донорской организации к решению этих острых проблем, включая оральскую катастрофу. В числе наших предложений разработка и принятие комплексной программы устойчивого развития Центральной Азии и региональной стратегии рационально используемого водных ресурсов трансграничных рек. Шестое. Особо актуальное партнерство в энергетическом секторе. Сегодня в региональном масштабе прорабатываются ряд стратегических проектов по наращиванию генерации электроэнергии и ее экспорта в третьи страны. Кроме того, есть планы по развитию атомной энергетики, увеличению поставок углеводородов. Считаю, что это одно из ключевых направлений для проведения скоординированной работы в рамках регулярных встреч министров энергетики. Уважаемые коллеги, мы высоко оцениваем и всесторонне поддерживаем развитие плодотворных обменов между парламентами и армией стран. В следующем месте планируем провести в Древней Хиве очередной межпарламентский форум стран регионов. Учитывая обществ культурно-исторического наследия, следует уделять большое внимание развитию населения, чувство сопричастности, сплоченности, осознание общей ответственности за будущее региона. Думаю, что скорейший запуск международной медиаплатформы истории и культуры Центральной Азии, одно прошлое и общее будущее, станет важным практическим шагом в данном направлении. Целью дальнейшего укрепления взаимопонимания и сплоченности народов региона предлагаем провести научный форум, посвященный практическим аспектам формирования региональной идентичности. Для продвижения молодежной повестки Центральной Азии 2030 и вовлечения молодого поколения в программы сотрудничества предлагаем регулярно проводить региональный молодежный конкурс инновационных идей и проектов. Считаем важным принять Центрально-Азиатскую программу образовательных и академических обменов, разработать соглашение о взаимном признании дипломов ведущих вузов наших стран. Предлагаем также выделить на взаимной основе стипендии для обучения одаренных студентов из государств региона. Для предметного обсуждения этого проекта намерение провести в октябре в Ташкенте первый образовательный форум Центральной Азии. Был бы признателен за включение национальной делегации ваших стран, министров образования, ректоров, ведущих университетов, ученых и экспертов. Новым драйвером регионального партнерства становится сектор туризма. Доля внутрирегионального туристического потока в наших странах в последние годы значительно увеличилась. В целях расширения туристического обмена предлагаем изучить вопрос взаимного признания национальных ID-карт и разработки массовых туристических продуктов по принципу «один тур» и «весь регион». Уважаемые коллеги, сегодня мы подписываем важные документы, включая концепцию развития регионального взаимодействия на период до 2040 года. Для укрепления договорно-правовой базы дальнейшего развития наших отношений предлагаем подготовить подписание многостороннего соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве Центральной Азии. Убежден, что плодотворные результаты сегодняшней встречи послужит дальнейшему укреплению дружбы и добрососедства регионе, расширению практического взаимодействия на благо наших народов. В пользу случаем приглашаю всех вас в Узбекистан для участия в седьмом саммите глав государств Центральной Азии в следующем году. Благодарю за внимание. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, сердечно благодарю за вручение мне высокой награды почетного знака глав государств Центральной Азии. Воспринимаю это как признание общих достижений укрепления регионального сотрудничества и стратегического партнерства наших стран. Благодаря политической воле и совместным усилиям сегодня Центральная Азия становится пространством добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития. Мы вместе смогли найти эффективные решения многих вопросов, связанных с границами, водопользованием, торговлей, энергетикой, транспортным сообщением. Раскрывается уникальный потенциал региона, реализуются масштабные проекты кооперации, создаются зоны приграничной торговли, цепочки добавленной стоимости, современная транспортная и энергетическая инфраструктура. Как результат скоординированной работы разы увеличились объемы товарооборота и инвестиций. Эта динамика опережает показатели сотрудничества с третьими странами. Это большой нас совместный вместе с вами успех. Важно, что наши граждане ощущают эти позитивные изменения своей повседневной жизни и в целом поддерживают курс на сближение, укрепление, дружбой и партнерство. Об этом свидетельствует небывалый рост взаимных поездок. Люди стали чаще ездить друг к другу. В недавнем прошлом эти границы были на замок закрыты. Мы это все прекрасно знаем. Могу с уверенностью сказать, что сегодня чувство общности и региональной идентичности все больше укрепляется. Мы одинаково болеем и радуемся успехами наших спортсменов на Олимпиаде в Париже. Мы стали выступать единой позицией на международных площадках по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки. Наше продуктивное взаимодействие кардинально изменило облик и восприятие целом Центральной Азии. Сегодня уже можно говорить о международной субъектности и высокой привлекательности нашего региона, который становится центром экономической активности, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющий восток и запад, север и юг. Самое важное, наш регион превращается в общий дом, где в атмосфере дружбы и добрососедства комфортно проживают более 80 миллионов людей. Дорогие друзья, безусловно, мощный импульс региональной консолидация придает формат консультативных встреч глав государств Центральной Азии, открывающие новые страницы в наших многовековых отношениях. Благодаря системной реализации важных инициатив и решений, процесс сближения наших стран и народов приобрел устойчивый, последовательный и необратимый характер. Я искренне признателен всем вам за поддержку общих усилий и укреплений единства и сплоченности расширения многогранного сотрудничества в регионе. Нынешних турбулентных ситуаций в мире у нас нет лучшего выбора, чем углублять наше региональное сотрудничество. Хочу заверить всех вас, что превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет всегда приоритетной целью внешней политики Узбекистана. Я еще раз всем выражаю вам особую благодарность. Кятта Рахмад Старга.